16 мая 2024 год отличный сайт я нашел ребятки как показывают спутники сна насовские спутники снимают источники пожаров и термальной активности мы по этим снимкам вполне можем судить об активности боев давайте сейчас быстренько это буквально сейчас от нашел то есть открываем как находить его открываем браузер chrome или что у вас какой у вас здесь набираем но он смог то есть адресную строку вводить там она длинная путаная так что лучше так набираете фонс пробел мы переходим вот она выпадает что у вас здесь актив файл термал аномалий значит активный огонь термальная аномалия тут восклицательный знак do not use for the preservation of life of property то есть не используйте этим этот ресурс для в попытках поспать спасти свою жизнь или собственность ну то есть сателлит дырайт активитив актив файл терминал аномалий с хэп лимитед акиросы то есть снимки с этих сателлитов которые показывают активный огонь и термальная аномалия имеют недостаточную точность для того чтобы вы я так понимаешь использовали их при спасении жизни куда бежать от пожара ну аллигейшин такое у меня знаешь тифа ладно не будем а ну тут они пишут что облака может могут мешать актив файл будет вам интересно разберетесь а пока уберу эту палочку чтобы она еще раз не показала смотрим нажимаем ok i understand да хорошо я понял по умолчанию смотрите здесь она стоит 24 часа видите вот я переключаю на today переключаю на 2 часа переключаю на 7 days а здесь можно поставить дату ладно это закрываем будем разбираться потом потом я сам первый день обалденно классный ресурс молодцы господи красавцы смотрим вот мы знаем что сегодня наши лупанули по аэродрому бельбек в крыму и опачки вот он аэродром вот у нас источники огня и очень вряд ли это шашлыки или барбекю разве что из не буду уточнять до догадайтесь надеюсь сами вот у нас еще какой-то идет источник то есть дальше карта не увеличивается но тут какой есть очень хороший хорошая опция если мы нажимаем сюда то у нас выпадает отметила тетют лонг тетют широта долгота копируйте переносите там ногу на google maps и на здоровье до увеличивать его сколько вам там нужно харьков где сейчас в харьков долго сада в мой харьков долбятся орки мы пошли посмотрим что у нас харькова вот у нас мой харьков вот у нас где пожара тут у нас что-то горит или горела смотрим сюда туда то есть туда это тоже как туда он написано from today 00 ютс 00 ютс это по украине плюс три часа то есть когда по моему плюс 3 посмотрите если уточнить там в каком вы часовом поясе мира живете смотрим что а тут нету этих пожаров то есть после трех часов ночи они уже стихли или там прекратились обстрела дело что а вот у нас это у нас небось белгорода и горит полая техника во рожа но можем мусорки горят не знаю ребята нефиг было лезть в украину кто украину пришел с мечом на чернозем пошел так ну и конечно это весьма удобно определять где активные бои смотрите как можно сделать если мы меняем на seven days то есть на этот самый на на неделю и вуаля то есть видно сразу что никакие то есть эти пожары они с причиной не как это их причина возникновения это боевые действия очевидно да вот харьков вот этот день и вовчанск пытается проломиться господи 4 километра до вовчанска они за неделю не смогли даже вовчанска кружусь харькова не возьмут возьмут они ректальный градусник с площади конституции путину он там 26 метров и не путин и конечно ректальный градусник с площади конституции сейчас это я отвлекаюсь то есть видно да а здесь что здесь у нас вот видно видно как работают наши по крынкам по этой стороне то и что приятно видите насколько больше по россиянам прилетает ну по оккупированной территории чем по нашей стороне это радует это радует ну здесь конечно самые активные боевые действия самые активные боевые действия я орехова работина тут которые конечно у нас поспокойней сейчас ну то есть это за неделю за неделю да тут в принципе под работе на работе на не взяли десятый раз они уже берут работе на ну там горит ничего честно говоря там уже от посадок одни пеньки так 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 ну ладушки в общем я думаю понятно теперь опять харьков да вообще не харьковчанам и любым людям украинцы которые находятся рядом с линии фронта вы берите открывайте дип стейт еще и здесь про рекомендую открывайте дип стейт и смотрите где россияне находятся допустим а тут смотрите тут тоже какая-то линейка есть отсюда до сюда сколько это километров до то что то надо потом сами будете а дистанцию от 1 и 2 вот пожалуйста то есть пять километров если пять километров от вас до линии фронта то есть вот это не даже не линия фронта на дип стейтом показывает именно линию фронта туда вас долетают давайте не пять километров пускай будет в 120 километров это до вас за до летом рады если от вас до линии фронта 20 километров пара текать вам к гражданским собирайте чемоданы если 15 километров до вас добиваются твока тоже уже выдавайте старайтесь куда то потому что будет прилетать И снаряды ствольной артиллерии И реактивной Это уже в 4 раза хуже чем только если грады А если до вас 3-5 километров 3-7 километров До вас добивают 82-120 минометы И я же говорю что Скорее всего если вы прямо сейчас там находитесь И до вас добивают минометы Следующее лицо Посмотрите на меня на этом видео Следующим увидите апостола Петра Гражданским не место на таких Близких расстояниях к фронту Собирайтесь, уезжайте вглубь Харькова Там подальше Километров за 20 фронта минимум Ну в общем я думаю все что я хотел сказал Все, все буду Украина, не паникуйте